Друзья, всем огромнейший привет! Я сегодня готовлю очень простое, вкусное и быстрое блюдо. Это готовый обед или ужин. Сковорода у меня уже очень хорошо разогрелась и добавляю сюда 500 грамм фарша. Фарш у меня свиной можно брать фарша и 250 грамм будет вполне достаточно. Ну и фарш берите тот, который вам нравится. Как только положили фарш в горячую сковороду, сразу же начинаем все здесь разминать лопаткой, ложкой. Нам нужно сделать так, чтобы фарш не комковался, а был таким мелкозернистым. Я делаю это деревянной лопаткой, можно брать силиконовую, то что есть под рукой, то и берите. Фарш я обязательно подсаливаю, добавляю пол чайной ложки соли, соль у меня крупная, одну щепотку черного молотого перца, молотого тмина, одну щепотку, одну щепотку молотого мускатного ореха, все приправы, соль добавляйте по вкусу. И далее снова продолжаю разминать фарш, чтобы не было больших комочков. В отдельную кастрюлю я поставила воду, чтобы она вскипала и подготовила макароны. Можно брать абсолютно любые макаронные изделия, у меня спиральки, можно брать рожки, либо другие. Всего макаронов у меня будет 3 стакана, каждый стакан на 250 миллилитров. Макароны я брала из твердых сортов пшеницы. Можно даже спагетти разломать на маленькие кусочки и тоже подойдет. Какие макароны любите, какие есть в наличии, те берите. Возвращаемся к фаршу. Я в фарш еще добавила одну чайную ложку сушеного чеснока. И вот теперь чеснок дал очень приятный вкус фаршу. Фарш стал сразу же очень ароматный, можно выдавить через чеснокодавилку один зубчик свежего чеснока. Фарш я буду обжаривать до золотистого цвета, главное его не сжечь. Масло растительное я сюда не подливала, фарш достаточно жирный и он сочный. Вода в кастрюле закипела, добавляю одну чайную ложку соли. И по очереди всыпаю сюда 3 стакана макаронов. Сразу как только всыпали, сразу же перемешиваем, чтобы здесь все не склеивалось. И макароны я варю ровно половину времени, которое указано на упаковке. Все, макароны пусть варятся, а я возвращаюсь к фаршу. Я очистила одну среднюю репчатую луковицу, нарезала ее мелким кубиком. И лук добавляю к фаршу. Все вместе буду обжаривать теперь до золотистого цвета. Берем одну столовую ложку томатной пасты. У меня томатная паста заморожена, чтобы она не пропадала. А она пропадает всегда в банке, в открытой, потому что за раз я столько никогда не использую. У меня есть хороший такой рабочий лайфхак, ссылку на это видео я вам оставлю. Заходите, смотрите, как я сохраняю, продляю жизнь томатной пасте. Томатную пасту добавляю сюда же, она очень быстро разморозится. И пусть обжаривается все вместе. Макароны отваривались 5 минут, теперь всю воду сливаем и уберем пока в сторону. Воду не выливайте. За это время фарш с луком и томатной пастой хорошо уже обжарились. И ровно пол литра этого отвара из макаронов я добавляю сюда. Теперь уже фарш доведем до полной готовности. Крышкой я не накрывала, чтобы здесь влага вся хорошо испарялась. Конфорка у меня самая большая и огонь чуть меньше среднего. Всего свинина готовится минут 40. И за 5 минут до конца готовности мы еще вернемся к этому фаршу. Жидкость уже хорошо испарилась и макароны я добавляю к фаршу. Друзья, всем огромнейшее спасибо за ваши лайки, за ваши просмотры. Мне очень приятно читать комментарии. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы узнавать о выходе новых видео на канале и узнавать об этом первыми. Макароны я не доготовила ровно 6 минут, поэтому вот 6 минут сейчас выдержим макароны вместе с фаршем. За это время макароны станут очень сочные от фарша, ароматные, вкусные. Поверьте, это блюдо намного вкуснее, чем макароны по-флотски. Здесь фарш, который я сама перекручивала, я вижу, что там никаких шкурок и кожи. Я думаю, что это блюдо готовили многие и не один раз. Попробуйте добавить отвар из макарон к фаршу и доготовить все вместе. Блюдо получается намного вкуснее. Это такой секрет, лайфхак, который делает блюдо очень сочным, вкусным. Я надеюсь, что я вас смотивировала на готовку. Зелень добавляем по желанию. У меня буквально несколько веточек укропа и петрушки. Мелко его нарезали, присыпаем сверху и пробуем. Это хороший обед или ужин. Плотный, сытный. Можно приготовить какой-то салат по желанию. Готовьте дома для своих семей. Домашняя еда самая вкусная. Всем до встречи в комментариях, в новых видео. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok